Сахар в стаканах. Одинаковые стаканы. Да, тут, смотрите, стаканы все четыре, одинаковые. И сахар. Тоже все одинаково. Надо разбивать число 10 на слагаемые, и при этом никакого внимания на порядок слагаемых. Согласны? А что такое не обращать внимания на порядок слагаемых? Значит, не степить слагаемых. Можно писать по угованию. Согласны? Снова. Да. Начинаем с самого большого. Итак, у нас всего 10 кусочков сахара, и поэтому мы можем написать эту штуку. 10, 0, 0, 0. Хорошо. 9, 1, 0, 0. 8, 2, 0, 0. 8, 1, 1, 0. Нормально? Да. Так, да это еще только 8. Теперь 7, 3, 0, 0. 7, 2, 1, 0. 7, 1, 1, 1. 6, 4, 0, 0, 0. 6, 3, 1, 0. 6, 2, 2, 0. 6, 2, 1, 1. Что это? 6, 3, 1, 0. 6, 2, 2, 0. Все понимают, что на самом деле нужно еще с пятерки и с четверки. 5, 4, 1, 0. 5, 3, 2, 0. А у меня на доску не укладывают. 5, 3, 1, 1. Бывает еще 5, 2, 2, 1. Это получается 4, 10. 4, 3, 2, 1, 0. Я не могу. Нет, пока еще никаких чисел с четверки нет. Нет. Пока я конкуртам подписываю вариант. Я с пятеркой закончил. Правда? Да. 4, 4, 2, 0. 4, 4, 1, 1. Согласны? 4, 3, 3, 0. 4, 3, 2, 1. 4, 2. Что это значит? 2, 2, 3, 0. 4, 2, 1, 1. 3, 3, 3, 1. 3, 3, 2, 2. Единственное, что, наверное, можно сказать, это то, как обычно такие штуки рисуют. Вот смотрите, как, например, рисуют вот это. Это очень просто. Рисуют 4 клеточки, потом рисуют 3 клеточки, понятно? Потом рисуют еще 3 клеточки и потом рисуют 0. Вот так изображается вот эта вот картинка. Как изображается вот эта, например, просто столбик из 10 клеток и это 3 нуля. Понятно, да? Вот, то есть здесь мы посчитали, вот эти такие штуки называются диаграммы Юнга. Здесь мы посчитали количество диаграмм Юнга, у которых 4 столбца и всего 10 клеток. Давайте пишем сюда ответ 20.